Поговорим с вами сегодня о том, каким образом клетки коммуницируют друг с другом, каким образом они получают информацию. Дело в том, что клетки получают информацию у нас постоянно, не только информацию, вещество, энергию, в том числе информацию. Из окружающей среды, от соседних клеток, информацию о изменении состояния их внутренней среды, естественно, должны на это каким-то образом реагировать. И, в принципе, большая часть наших фармакологических воздействий, ну, в принципе, почти все фармакологические воздействия работают через изменение функции тех или иных рецепторов, которые находятся либо на поверхности клетки, либо внутри нее. Вот сегодня с вами попробуем разобраться, каким образом это все происходит. Начнем с понятия сигнала. Сигналы, мы с вами говорили немножечко уже на первой лекции, это какое-то вещество или энергия, которая несет определенную информацию. И вот сигналы, в зависимости от того, вызывают они специфическую или неспецифическую ответную реакцию, мы разделяем на специфические и неспецифические. Неспецифические сигналы – это те, по большому счету, для которых у нас неспециализированных рецепторов. Например, изменение температуры. Вы великолепно знаете, что повышение температуры приводит к увеличению скорости биохимических реакций. Наоборот, снижение температуры их замедляет. Ионизирующие излучения. Все мы регулярно делаем, например, флюорографию, и рентгеновских лучей мы не замечаем. Но это не значит, что их нет, и они не оказывают на нас своего воздействия. И если доза поглощенная ионизирующего излучения будет слишком велика, это вызовет увеличение образования разных перекисей, гидроперекисей, свободных радикалов и повлечет изменение жизнедеятельности клетки, электромагнитное излучение и так далее. Это не значит, что эти сигналы не могут быть специфическими в принципе. Например, у рыб имеются специальные рецепторы, которые воспринимают изменения электромагнитного поля. То есть они могут ориентироваться по изменению электромагнитных полей. У человека таких рецепторов нет, хотя если говорить о фоторецепторах сетчатки, например, то для них электромагнитное излучение уже будет специфическим. Но опять же, не любое, как мы с вами договорились, рентгеновские или гамма-лучи мы не видим, а именно видимая частью спектра. Там где-то от 400 до 700 нанометров. Температура. Вот положите, пожалуйста, руку на стол. Все положите. Что вы ощущаете? Прохладу, да? Какой-то холод. Вот сейчас температура поверхности стола стала для нас специфическим сигналом, который активировал специальные холодовые рецепторы в нашей коже. И информация от холодовых рецепторов, как вы уже обсуждали, передается по нервным волокнам в специфические проекционные зоны коры нашего головного мозга. И именно в коре формируется ощущение холода. Не в руке, не на рецепторе, а ощущение, представление, восприятие. Это функции коры нашего головного мозга. Итого договорились. Специфические сигналы – это те, которые стимулируют специальные рецепторы и могут вызвать у нас соответствующие ощущения в конечном итоге. Для сенсорных рецепторов, для молекулярных или клеточных рецепторов они будут вызывать специфические изменения в жизнедеятельности клетки. Для того, чтобы показать вам на примере то, о чем я говорил, на слайде вам представлены спектры, которые воспринимаются фоторецепторами. На верхней шкале фоторецепторами человека, а на нижней шкале фоторецепторами пчелы. Вы видите, что они очень близки, практически совпадают с одной небольшой особенностью. У пчелы видимый спектр электромагнитных волн смещен в сторону ультрафиолета. Посмотрите, как пчела видит цветы. Совершенно не так, как человек. Во-первых, в оттенках серого обычно она видит. А во-вторых, эволюционно у пчелы и у растений сформировалась такая приспособительная особенность, когда цветок, видимый пчелой, представляет собой как будто мишень, как посадочная площадка для вертолета, для того, чтобы насекомое точно могло приземлиться в центр этого цветка и его с максимальной вероятностью опылить. Это я к тому, что абсолютно небольшое отличие в функционировании рецепторов дает нам совершенно разную картину мира. И вот я, допустим, не уверен, что я воспринимаю вас точно так же, как вы воспринимаете меня. Но самый элементарный пример. В этом году надел очки. Посмотрел на себя в очках и понял, что далеко не все так хорошо, как мне представлялось, когда я смотрел на себя в таком размытом, красивом, сглаженном изображении. То есть восприятие нами действительности очень сильно зависит от того, как функционируют наши органы чувств. И на самом деле есть определенная правда. С одной стороны, в рассуждениях философов по поводу относительности бытия и восприятия нашего. А с другой стороны, вот эта фраза «все врут». Попробуйте как-нибудь сделать небольшой эксперимент. Когда едете в общественном транспорте, особенно летом, вспомните о том, что я вам говорил, и постарайтесь, не переводя взор, глядя прямо перед собой, запомнить цвет платья или одежды у человека, стоящего сбоку от вас. А потом переведите взор и посмотрите. И сравните то, что вы запомнили, и то, как изменится цвет одежды, когда вы повернете глаза и посмотрите прямо. И, скорее всего, цвет изменится. Это к вопросу об относительности, опять же, показаний свидетелей и прочего-прочего-прочего. Ну, хорошо. Давайте пойдем дальше. Основные категории информационных сигналов, которые мы выделяем, это сигналы химической природы. Огромное разнообразие, и вы с ними постоянно сталкиваетесь. Это молекулы вкусовых, пахучих веществ. Это гормоны, это цитокины, нейромедиаторы, факторы роста и так далее. И лекарственные вещества тоже будут сигналы химической природы для наших клеток. Сигналы физической природы – это давление. Например, когда мы положили руку на стол, мы почувствовали его структуру, почувствовали твердость. Благодаря наличию у нас рецепторов прикосновения, давления и других механорецепторов кожи на руки. Это могут быть электрические потенциалы. Да, у нас нет специальных рецепторов, эволюционно сформировавшихся для восприятия электромагнитных волн, ну, кроме фоторецепторов сетчатки глаза. Положив руку на стенку, мы не можем найти, где проходит электрический провод. Но вы уже обсуждали, что электрические сигналы передают информацию в нашей нервной системе, например. Это великолепно знаете. То есть для нейронов это уже будет определенный сигнал, например. Сигналы физико-химической природы. О них мы тоже говорили. Остматическое, онкотическое давление, изменение концентрации различных ионов, ионов калия, напряжение кислорода, углекислого газа. Все это сигналы для определенных рецепторов, чаще всего внутренней среды. У нас есть, например, осмочувствительные нейроны, которые регулируют наше питьевое поведение, чувство жажды. Вот мы съели несколько соленых огурцов на ночь, а потом проснулись и потопали на кухню выпить водички, потому что осмотическое давление плазмы повысилось. Осмочувствительные нейроны это зафиксировали. И кроме того, что изменили секрецию антидиуретического гормона, усилили секрецию антидиуретического для того, чтобы из почек больше воды вернуть в наш организм, реабсорбировать больше чистой воды, снизить осмолярность. Интерстициальные жидкости. Еще и стимулируется центр жажды в нашем гипоталамусе, который через кору головного мозга запустит питьевое поведение, поиск и употребление воды, соответствующих объемов воды. И когда меня спрашивают, сколько в день надо пить, я отвечаю, что для здорового человека надо пить столько, сколько хочется. У нас очень хорошая система регуляции водно-солевого баланса, эволюционно развитое. Естественно, если нет каких-то патологических отклонений. Ну и сложные сигналы — это сочетание разнообразных цветов, звуков, запахов. И, наконец, слово как сигнал сигналов — это наша вторая сигнальная система, благодаря чему мы можем передавать знания друг другу. Вот я сейчас рассказываю про всякие сигналы, про рецепторы, про молекулы. Скажите, пожалуйста, кто видел электрон вживую, своими глазами? Никто не видел, да? Но мы великолепно знаем, что он есть, что у него есть определенные свойства, и основываясь на этих знаниях, можем прогнозировать его поведение и поведение различных веществ. И делаем это абсолютно великолепно, несмотря на то, что ни один из нас в микроскоп его не видел. Благодаря тому, что можем передавать информацию в виде каких-то кодов. А что такое слово? По большому счету, это ведь всего лишь колебание воздуха, которое происходит благодаря тому, что я модулировал определенным образом звуковое давление, выходящее из моего речевого аппарата. Не более того. То есть я сначала как-то кодировал, потом ваши рецепторы уха, внутреннего уха восприняли это, перекодировали эту информацию в тот код, который понятен нервной системе, в нервные импульсы, в потенциалы действия, передали в кору головного мозга, в коре, там еще по пути, в проводящих путях, в подкорковых ядрах, какая-то обработка информации происходила, переработка, анализ, синтез уже кора доставлено было в первичную слуховую кору. Там эти сигналы расшифрованы, потом они сравниваются с тем, что у нас хранится в памяти в ассоциативных областях коры. И только потом все это декодируется и превращается в какой-то образ. Вот я сейчас скажу вам лимон. Я думаю, что у многих из вас усилилось слюноотделение, даже если вы не голодные. Правда? Я же не сказал ничего особенного. Это просто какие-то колебания воздуха я произвел. А они вызвали у вас ответную физиологическую реакцию в виде увеличения слюноотделения, усиления солевации. То есть слово может великолепно влиять и на наши физиологические функции. Видите, на самом простом примере. Хорошо. Ну давайте поговорим сейчас про химическую сигнализацию. И вот дальше остальную часть лекции я буду говорить конкретно про химическую сигнализацию и взаимодействие с сигналами химической природы. Я уже говорил, что для того, чтобы воспринять какой-то сигнал, нам нужны специальные образования, которые мы называем рецепторами. Под молекулярными рецепторами, то есть рецепторами, расположенными в клетке, мы понимаем генетически детерминированные макромолекулярные сенсоры. Или, переводя на человеческий язык, это крупные молекулы, чья информация закодирована в генетическом коде, в нашей ДНК. Они располагаются в соответствующих частях клетки, об этом тоже поговорим. И с помощью этих рецепторов клетка воспринимает действия внешних или внутренних раздражителей. И вот задачами рецепторов является в первую очередь выявление специфического сигнала. Если для определенной сигнальной молекулы нет рецептора, то этот сигнал не будет по большому-то счету являться сигналом для данной клетки. Ну, например, сахарный диабет второго типа. Эпидемия сейчас сахарного диабета, эпидемия ожирения идет по планете, ВОЗ вообще страшные прогнозы рисует до 2050 года в этом плане. Вот давайте представим. У нас есть адипоцит, жировая клетка. В норме он небольшой. На его поверхности имеются в том числе инсулиновые рецепторы. Какое-то число инсулиновых рецепторов. Значит, мы можем посчитать количество рецепторов на единицу площади поверхности этой клетки. И можем сказать, что имеется какая-то плотность рецепторов на поверхности мембраны. А скажите, пожалуйста, если мы внутри клетки будем забрасывать больше и больше жировых капель, объем клетки увеличится. Правда? Предположим, что количество рецепторов не изменяется. Как изменяется площадь поверхности при увеличении объема? Она увеличивается. Причем очень значительно увеличивается. Значит, плотность рецепторов резко снижается. Да. А теперь представьте, что вот у нас рецепторы, и их бомбардируют молекулы инсулина. Если плотность большая, велик риск того, что инсулин попадет в рецептор, как снаряд в воронку. Велик, если воронок много, да? А если рецепторов мало на единицу площади поверхности, то инсулин будет попадать где-то между ними. Значит, вероятность взаимодействия сигнальной молекулы с рецептором резко уменьшается. И это один из механизмов развития диабета второго типа. У нас инсулина достаточно, но он не вызывает ответной реакции. Потому что из-за снижения плотности рецепторов вероятность взаимодействия сигнальной молекулы с рецептором резко снижается. То есть получается, что инсулин к рецепторам хаотично идет? Не притягивается? Нет. Я покажу дальше. Там есть механизмы, которые позволяют и притягиваться, но это как дополнительный механизм. Все равно нам надо, чем выше концентрация вещества в растворе, тем больше вероятность, допустим, два субстрата. Если у нас низкая концентрация двух субстратов, то вероятность и скорость химической реакции ведь будет небольшой, правда? И наоборот, если концентрации увеличиваются, то у нас и эффективность повышается. Значит, первое, что мы должны сделать. Во-первых, на клетке должен быть специфический рецептор. Во-вторых, мы должны попасть в этот рецептор. Сигнал должен провзаимодействовать с рецептором. После чего, после взаимодействия и связывания с рецептором, рецептор преобразует ту информацию, которую принес сигнал, в какой-то код, который понятен уже самой клетке, и передает дальше эту информацию внутри клетки, запуская каскад биохимических реакций, которые приведут к изменению функций клетки. Пока понятно? Хорошо. Упрощая, фармакологи это более подробно изучают, ну, хотя бы вот так. Леганд. Под легандом мы понимаем те химические соединения, которые обладают способностью связываться с рецептором, изменять его состояние, приводя к формированию ответной реакции. Я думаю, что вы слышали про такую теорию ключ в замке. Для того, чтобы леганд произомодействовал с рецептором, активный центр рецептора и какой-то участок поверхности леганда, вот это вот рецептор, вот это леганд, должны быть комплементарны. То есть, они должны соответствовать по форме. Третичная структура рецептора, третичная структура леганды должны подходить друг к другу, как к ключ в замке, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно имеет значение и распределение зарядов на этих активных центрах. Вот давайте представим, что на леганде будет не плюс-плюс-минус, как здесь показано, а минус-минус-плюс. Вероятность взаимодействия такого леганда с вот нашим рецептором представленным, вероятно, будет значительно ниже. Они будут действительно друг от друга отталкиваться. Эти, за счет электростатического взаимодействия, будут притягиваться друг к другу. Да, действительно. Кроме того, имеет значение форма молекулы леганды. Не только центра, которым непосредственно связывается с рецептором, но и окружающих участков этой молекулы. Вот здесь показаны три леганда, которые могут взаимодействовать с рецептором Х каким-то. Причем обратите внимание, что даже не обязательно, чтобы они были полностью комплементарны. Иногда достаточно, чтобы они были частично комплементарны. И в этом случае мы можем либо по-другому активировать рецептор с большей или меньшей силой, либо наоборот его блокировать, например, не допуская взаимодействия с рецептором леганда, который его может активировать. Вот, например, вот этот вот леганд может выступать в роли блокатора, предотвращая активацию легандами А и С. И наоборот, небольшое даже изменение структуры рецептора, не активной части, а других участков, может привести к изменению его селективности. К тому, что он начинает взаимодействовать только с определенным легандом. Но я думаю, что вы это не хуже меня знаете на самом деле. Агонист, по-другому его называемый стимулятором, тот леганд, который при взаимодействии с рецептором вызывает ответную реакцию клетки или увеличивает силу этой ответной реакции. И опять же, то, о чем я уже говорил, вот эта вот сигнальная молекула будет у нас легандом для рецептора на клетке А. На клетках В и С легандом она не будет, потому что они не комплементарны. И ответную реакцию будет вызывать только на клетке А. Это к вопросу о специфичности нейромедиаторов, гормонов, лекарственных веществ и так далее. И взаимодействие леганда с рецептором подчиняется принципу Лешетелье, то есть при увеличении концентрации субстрата реакция смещается вправо в сторону образования леганд рецепторных комплексов. Это вот к вопросу о все том же сахарном диабете. Почему иногда при сахарном диабете второго типа помогает дополнительное введение инсулина? Повышается концентрация инсулина, увеличивается вероятность его взаимодействия с рецепторами на поверхности клеток. И почему нам помогает, кстати, похудение и физические нагрузки? Уменьшается объем адипоцитов, ну и повышается активность белков-переносчиков глюкозы, в первую очередь глюк-4, на скелетных мышечных клетках. Хорошо, то есть при повышении концентрации леганда у нас, вы видите, экспоненциально начинает нарастать ответная реакция клетки вплоть до какого-то максимального ответа. А скажите, пожалуйста, вот в какой момент, с вашей точки зрения, мы достигнем максимума ответа? Когда мы насытим все рецепторы, обычно мы называем насыщением. Действительно. И точно так же, если у нас есть механизм для обеспечения взаимодействия леганда с рецептором, то должен быть механизм, который позволит следующему сигналу, следующей порции сигнальных молекул вызвать ответную реакцию. Особенно это важно в синапсах, например, там, где мы должны четко разделять отдельные порции сигналов. Что мы можем сделать? Вот в соответствии с тем самым принципом Леш-Ателье, для того, чтобы сделать рецепторы снова чувствительны к новым порциям сигнальной молекулы, чтобы нам разделить сигналы, видимо, нам надо уменьшить концентрацию леганда. Да, мы это можем сделать либо при помощи специальных ферментных систем, которые будут его разрушать вблизи рецептора и вблизи клетки, либо путем, например, обратного захвата какой-то клеткой, допустим, прессинаптической терминалью, либо путем удаления этого леганда в кровоток. В любом случае, если мы добились снижения концентрации леганда, то направление реакции смещается влево, леганда-рецепторный комплекс начинает диссоциировать, и клетка перестает формировать какую-то реакцию физиологическую. Следующий вариант – это антагонисты или блокаторы. Блокаторы – это те леганды, которые при взаимодействии с рецептором блокируют, его предотвращая активацию. Тоже очень упрощенно, если углубиться, там можно про частичные, полные, обратимые, необратимые, разговаривать достаточно долго, ну хотя бы вот в упрощенном виде. Получается, что антагонист у нас блокирует взаимодействие с рецептором определенного леганда, предотвращая ту реакцию, которую этот леганд мог бы вызвать. Значит, если мы ввели, например, вот такой вот антагонист, он заблокировал наш рецептор, и при введении леганда мы можем увидеть, что ответная реакция значительно снижается, и либо полностью исчезает, либо какая-то сохраняется, например, если остались незаблокированные рецепторы, или, например, если у нас есть какие-то другие рецепторы, которые мы можем активировать, и они дают нам схожую реакцию, пусть даже более слабую. То есть, варианты разные могут быть в этой ситуации. Ну и, в принципе, мы леганды функционально и на основе их химического строения разделяем на две большие группы. Это для нас важно, как для физиологов, поскольку они взаимодействуют преимущественно с разными типами рецепторов. Мы разделяем леганды на липофильные и гидрофильные. Липофильные будут достаточно свободно проходить через цитоплазматическую мембрану вглубь клетки, и, вероятно, для них будет достаточно несложно взаимодействовать с внутриклеточными рецепторами. А вот гидрофильные через фосфолипидный бесслой проходят плохо, соответственно, они будут преимущественно взаимодействовать с трансмембранными рецепторами на поверхности клетки. Это не значит, что, допустим, липофильные не могут взаимодействовать с рецепторами на поверхности. Тоже могут. Но если вот общую логику брать, то гидрофобные больше любят работать внутри клетки, гидрофильные на ее поверхности. К гидрофильным мы относим производные аминокислоты. Гормоны белково-пептидной природы – это практически все гормоны гипоталамуса, гипофиза. Это ангиотензин-2, компонент ленин-ангиотензин-альдестероновой системы. Это гормоны поджелудочной железы. Наиболее часто мы вспоминаем про глюкогон и инсулин. И есть одно исключение из производных аминокислот – это йод, содержащие тиреоидные гормоны. Т3, Т4, 3-йод-тиранин и тироксин-тетра-йод-тиранин, которые гидрофобны. Они липофильны и они замечательно работают с ядерными рецепторами. В связи с чем мы имеем такой большой спектр проявлений влияний тиреоидных гормонов на метаболизм клетки. Влияние на обмен белка, жиров, углеводов, то есть на все стороны метаболизма. Конечно, к гидрофобным относятся производные холестеролы. Это глюкокортикоиды, минералокортикоиды, половые гормоны, витамин D3 и экозаноиды. Производные архидоновые кислоты, ликотриены, тромбоксаны и простагландины. Как правило, они работают в качестве местных гормонов достаточно локально. Когда говорим о рецепторе, вы, возможно, обратили внимание, что я периодически упоминаю, то, допустим, рецепторы, слуховые клетки, большие такие клетки, то говорю о молекулах. Мы принципиально все рецепторы разделяем на две большие группы – сенсорные и молекулярные. Сенсорные рецепторы – это классика, которую все учили в школе. Это рецепторы обоняния, вкуса, осязания, слуха, органа равновесия, зрения и так далее. Молекулярные рецепторы – это вот те белковые молекулы или сложные белковые молекулы, которые позволяют функционировать сенсорным рецептором. Они включены в структуру их мембран или находятся внутри этих клеток. И взаимодействуя с молекулярными рецепторами, обычно дальше как-то изменяется функция вот этих вот больших сенсорных рецепторов. Соответственно, сенсорные рецепторы обычно мы… Есть много принципов классификации. Одна из них по модальности, по тем сенсорным стимулам, которые воспринимаются этими рецепторами. Допустим, барорецепторы, рецепторы давления. Это могут быть рецепторы кожи, прикосновения, давления, вибрации, щекотания. Это могут быть рецепторы внутренней среды. Допустим, рецепторы дуги аорты или каротидного синуса, которые воспринимают изменение артериального давления. То, о чем мы с вами раньше говорили, помогают поддерживать это артериальное давление. Хеморецепторы. Это классика жанра обоняния и вкус. Плюс, допустим, пуринергические. Допустим, та же аденозин-3-фосфорная кислота может выступать в качестве леганда для специальных пуринергических рецепторов. Фоторецепторы глазом, терморецепторы кожи или внутренних органов. У нас есть терморецепторы даже в головном мозге, в гипоталамусе. Они распределены в самых разных органах. Осморецепторы, о них мы говорили. Ноцицепторы – это рецепторы боли. Ну а молекулярные, я думаю, что они у вас на слуху уже должны быть, это рецепторы, которые классифицируются по названию того леганда, который их активирует. Или иногда может добавляться информация о блокаторе этого рецептора, если он специфический. Ну, например, адренорецепторы активируются катаколаминами, адреналином, норадреналином. И на сегодня основных тоже упрощает, там же и глубже есть разделение. Мы выделяем альфа и бета, альфа первого и второго подтипов и бета первый, второй, третий. Холинорецепторы, мускоринчувствительные, никотинчувствительные холинорецепторы. Мускоринчувствительных 5 на сегодняшний день основных. И никотинчувствительных холинорецепторов два основных подтипа – мышечного и нервного. Это тоже имеет значение, потому что, допустим, ганглиоблокаторы у нас будут взаимодействовать с энхолинорецепторами нервного типа, а миорелаксанты с энхолинорецепторами мышечного типа. И большое счастье, что друг на друга они не влияют. То есть мы можем независимо регулировать, например, уровень артериального давления или способность мышц к сокращению. Дальше серотониновые, гетстаминовые, метилдоспортатарецепторы и так далее. Вот здесь более сложная часть пошла. По локализации в клетке и по особенностям строения рецепторы разделяются на трансмембранные и внутриклеточные. К трансмембранным мы относим 7-сегментные трансмембранные. Часто их сокращают 7 ТМС, 7 трансмембранных сегментов. Одна сегментные трансмембранные и легандозависимые ионные каналы. К внутриклеточным цитозольные и ядерные. По большому счету механизм их действия будет схожим. Различие основное в том, где локализуются эти рецепторы исходно. Начнем с 7-сегментных трансмембранных рецепторов. Вот здесь показано строение бета-адренорецептора. И вы видите, что его молекула действительно 7 раз проходит через цитоплазматическую мембрану. Причем, если посмотреть на его третичную структуру, то в нем можно выделить. Внеклеточный домен. Этот домен будет предназначен для того самого взаимодействия с сигнальной молекулой. А сигнальная молекула будет нам передавать информацию о каком-то событии. Увеличилась концентрация антидиуретического гормона. Значит, вероятнее всего, у нас повысилась малярность плазмы крови. И вот этот антидиуретический гормон несет информацию о том, что нам надо ее снизить. Куда? Это к нефрону. И в нефроне увеличивает реабсорбцию воды для того, чтобы достичь того результата, который мы хотим. Значит, сигнальную молекулу мы часто называем первичным или первым посредником в передаче сигнала или информации о изменениях каких-то окружающей среды для этой клетки. Трансмембранный домен, он служит якорем, то есть при помощи его рецептора фиксируется в цитоплазматическом мембране и служит для передачи информации от внеклеточного к внутриклеточному домену. Внутриклеточный домен у нас запускает какие-то внутриклеточные реакции и сам по себе иногда тоже может служить участком связывания с легандами. Например, с липофильными легандами. Не обязательно только внеклеточный домен. Вот этот внутриклеточный домен, он достаточно тесно связан с так называемыми G-белками. Почему G? Потому что в неактивном состоянии они связаны с гуаназин-дифосфатом. То есть относительно слабоэнергизированной формой ГТФ, которая не дает нам достаточной энергии. И этот G-белок состоит из трех субъединиц. Альфа, бета и гамма. При этом альфа и бета-гамма субъединицы связаны относительно слабо. Они могут разделяться, диссоциировать. А бета и гамма субъединицы связаны очень плотно между собой. И в зависимости от того, какой подтип рецепторов активирован, могут запускаться самые разные реакции внутри клетки. Например, это может быть активация каких-то эффекторных или усиливающих белков. Их по-другому еще называют ферментов. Наоборот, это может быть инактивация этих ферментов. И тогда мы предотвратим запуск какой-то последовательности биохимических реакций. И это может быть изменение проницаемости ионных каналов. Например, повышение. Поэтому мы здесь вам не пишем, какие конкретно типы холина-рецепторов. В целом, разные типы холина-рецепторов могут дать нам любую из этих реакций. В зависимости от их подтипа. И, как вы видите, один и тот же даже рецептор может как изменять жизнедеятельность клетки путем изменения биохимических реакций, так и изменять проницаемость ионных каналов. Поэтому рецепторы классифицируются не только по их локализации и строению, но еще мы разделяем их на две большие группы. Возможно, вы слышали метаботропные и ионотропные. Метаботропные рецепторы это вот эта вот часть. Те, которые изменят скорость направления, качество биохимических реакций. Ионотропные те, которые изменят проницаемость мембраны клетки для ионов. То есть, изменят состояние ионных каналов. Кстати, ионные каналы бывают не только элегантно зависимые. Это мы сегодня говорим просто в данной чате про химическую сигнализацию. Они могут быть и потенциал зависимые, открываемые изменением заряда. Они могут быть механочувствительными. Могут быть управляемые фосфорилированием и другие. Ну и почему названы мускарин чувствительными холинорецепторы? Потому что кроме ацетилхолина, они активируются еще алкалоидом вот этого вот замечательного гриба, который называется аммонитомускария или по-русски мухомор. Вот если случайно в супчик попадет этот чудесный гриб, то мы простимулируем наши мускариночувствительные холинорецепторы. Хорошо, если говорить в целом про механизм действия 7-ТМС-рецепторов, он не столь уж прост на самом деле. Вот здесь показана общая схема. Сейчас чуть-чуть про эту схему поговорим и сделаем перерыв. Общая схема функционирования всех 7-ТМС-рецепторов. По-другому, кстати, эти рецепторы еще называются рецепторы, связанные с G-белками. В научной литературе очень часто можете встретить GPCR, G-протеин-коплит рецептор или рецептор, связанный с G-белком. Итого, какой-то легант, связываясь с рецептором, изменяет, приводит к изменению его конформации. В результате изменяется сродство рецептора с G-белком. G-белок начинает диссоциировать. При этом молекула ГТФ у него заменяется на молекула ГДФ, гуаназин-дифосфата, у него заменяется на молекулу ГТФ, гуаназин-трифосфата. Альфа-субъединица отщепляется от бета-гамма-субъединицы и начинает свободно плавать по внутренней поверхности мембраны, используя энергию гуаназин-трифосфата для активации усиливающих ферментов, или первого эффекторного фермента. Что приводит к образованию вторичных посредников передачи сигнала. Это какие-то обычно небелковые молекулы, которые образуются в результате работы первого эффекторного фермента, или усиливающего фермента. И вот эти вторичные посредники активируют внутриклеточные ферменты, что приводит к формированию биологического ответа клетки. Как бы тесно связано с биохимией, но не совсем. Буквально несколько слов про основные пути регуляции функциональной активности белков в клетке. Вы видите, природа придумала два основных пути. Фосфорилирование и дефосфорилирование. Как правило, фосфорилирование приводит к активации белков при соединении остатков фосфорной кислоты, дефосфорилирование к инактивации. Для фосфорилирования у нас существуют ферменты, называемые протеин киназами, для дефосфорилирования ферменты, называемые фосфатазы. Фосфат отщепляет остаток фосфорной кислоты, а загидролизует то, что получилось. И вот среди классических, вообще их больше можно найти, но классика жанра, три основных усиливающих фермента и пять вторичных посредников. Усиливающими ферментами у нас являются аденилатциклаза, гуанилатциклаза и фосфолипаза-С. Аденилатциклаза превращает АТФ в циклический аденозин монофосфат. Гуанилатциклаза аналогичным образом, ГТФ-циклический гуаназин монофосфат, ну и фосфолипаза-С образуют из фосфатидиланозитол-дифосфата, фосфатидиланозитол-1,4,5-3-фосфат и диацилглицирол. Сейчас покажу на картинке, надеюсь, станет немножко более понятно. Понимаю, что пока это звучит как заклинание. На самом деле не так все сложно. Вот наша молекула аденозин-3-фосфата, 3 остатка фосфорной кислоты. И аденилатциклаза отрезает вот эти вот 2 остатка фосфорной кислоты. Вот они ушли. А последний оставшийся остаток фосфорной кислоты присоединяет вот в этом положении. У нас получается циклическая структура с одним остатком фосфорной кислоты. Почему ее называется циклический аденозин монофосфат? Ничего сложного. Ну и если мы можем его образовать для того, чтобы повысить какую-то активность в клетке или изменить активность, значит должен быть и механизм, каким образом его уничтожить, этот циклический аденозин монофосфат. Убрать его влияние дальше на внутриклеточные механизмы. Для этого существуют ферменты, называемые фосфодиэстеразами. Вот они разрезают вот эту вот связь. И у нас остается обычный самый аденозин монофосфат, к которому мы можем потом присоединить 2 остатка фосфорной кислоты и получить снова макроэргический фосфат АТФ. Фосфолипазат С действует, даже не знаю, сложнее или нет, она просто по-другому действует. В качестве субстрата она использует фосфатидилэнозитол-4,5-дифосфат. Вот молекула, это фосфолипид клеточной мембраны, имеющий 2 остатка фосфорной кислоты, и его достаточно много в наших клеточных мембранах, там чуть ли не четверть, где-то в среднем около 22% пишут содержание среди фосфолипидов клеточной мембраны, фосфатидилэнозитол-дифосфата. И вот фосфолипаза у нас разрезает вот здесь, эту молекулу на 2 независимых молекулы. Вот этот вот остаток фосфорной кислоты уходит к инозитолу, и получается, вот он, вот этот вот остаток фосфорный, вот он, инозитол-1,4,5-3-фосфат, ИФ3 мы его часто называем. А вот вторая молекула, посмотрите, 3 атома углерода, соединенных с гидроксильными остатками. Это что у нас такое? Химики, товарищи. Глицерол, правда? Трехатомный спирт. Глицерол, к которому присоединены два остатка жирных кислот, благодаря которым он приобретает липофильность. И его мы называем диацилглицерол. Все, ничего сложного. Как видно, инозитол-3-фосфат будет гидрофильным и пойдет плавать в цитоплазме нашей клетки, а диацилглицерол останется липофильным и будет присоединен к внутренней поверхности мембраны клеточки. Таким образом, у нас образуется 5 классических вторичных посредников. На этом мы закончим первый час и сделаем перерыв. Циклический аденозин-монофосфат, его функцией является активация протеинкиназы А. АМФ, протеинкиназа А. Циклический гуаназин-монофосфат, ГМФ, он активирует протеинкиназу G. Классически, обычно мы латинской буквой пользуемся, потому что русское протеинкиназа G тоже можно так называть, но звучит не очень. Обычно говорят протеинкиназа G. Так же, как и G-белок. Диацилглицерол активирует протеинкиназу C. Казалось бы, нелогично, но вспомните, что фермент назывался фосфолипаза C и протеинкиназа C. Инозитол-3-фосфат действует по-другому. Он уже не активирует фермент, а он является легандом для ионных каналов внутри клетки. Дальше на картинке я вам это покажу. Он открывает кальциевые каналы и обеспечивает выход кальция из цистерн эндоплазматического ретикулума в цитоплазму клетки. И вот этот самый кальций, либо сам по себе, либо связываясь со специальным белком кальмодулином, кальциемодулируемый белок кальмодулин, может активировать ферменты. Он сам по себе непосредственно, вспоминайте, может запускать сокращение мышечных волокон или мышечных клеток, обеспечивая взаимодействие сократительных белков актина и миозина. Он может приводить к открытию ионных каналов. У нас есть даже специальные кальций-зависимые кальциевые каналы. То есть там по механизму положительной обратной связи, чем больше кальция в цитоплазме, тем больше этих каналов открывается, тем больше кальция выходит. И так до тех пор, пока мы не исчерпаем запасы кальция. Потом они закроются, и можно снова восстанавливать запасы. Ну что ж, давайте на этом сделаем перерыв 10 минут.